Вот рынки зачистят от обналички, Минфин и Федеральная налоговая служба обещает усилить контроль за телевниевым оборотом в мелкой рознице, ну а боссад? Вся обнальная система многие годы ФСБшная, Бортников лично курирует, а теперь вот его еще этот черт зам, который там занимался, которую Путин поставил, как его там, я все фамилию не могу его вспомнить. Ну не то, что вспомнить, когда приходит время говорить, не могу ее вспомнить в этот момент. Вот вся система, связанная с отмыванием денег, полностью, полностью ФСБшная, там нет вообще никого других, поэтому я всегда вспоминаю, как один человек, который, да я могу и фамилию в принципе назвать, Ну, который занимался строительством ларьков от мэра города Саратова, ну еще старого мэра, еще, да, Олег Грищик. Вот, и он занимался строительством ларьков и обналичивал деньги, чтобы просто взятки давать. Ну, ему там что-то нужно было обналичить миллион долларов, что ли, не помню, миллион, два, сейчас что, врать не буду, миллион, да. Вот, и он приехал в банк в Москве, где обналичку проводили, приходит такой, документы дает, ну там сидят, ну это ФСБшная контора, там все происходит очень быстро. Говорят, охрана нужна? Он говорит, да, у меня очень большая сумма денег, они, ну все понятно, ладно. Потом раз-раз смотрят, сколько? Миллион? Че, говорит, мальчик, блин, он еще так выглядит смешно, говорит, че, мальчик, какая-то сумма денег, прикалываешься, что ли. Ну, выкинули ему эти деньги, и он там что-то засуетился, он говорит, ну не выходи через главный вход, пройди через запасной выход, чтобы там тебя, если кто-то ждет, не прикинул. И он с этим чемоданчиком, с этим миллионом, или там сколько у него было, выходит, а он чуть не задавили, потому что там поддонами берут доллары в эти подъемники, да, и в какие-то дальномеры в эти грузят, поддонами деньги грузят, вот это там отмывание идет, там большие суммы отмывают поддонами целыми в дальномеры. То есть, по 18 тонн денег вывозят. Так что, вот, по поводу расчистки, обналички, это очень смешно, конечно. Продолжение следует...